Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы встречаемся с вами в канун Дня Народного Единства. Праздник новый, но на самом деле актуальность праздника велика. Сегодня непростое время для нашей страны, для нашей области. И все мы с вами прекрасно знаем о тех событиях, которые происходят в нашей стране и в отношении нашей страны. Прежде всего, это те ограничения, которые установлены нашими западными партнерами в отношении нашей страны, наших предприятий, в отношении наших финансовых структур. И мы, сталкиваясь с этими новыми вызовами, должны быть готовы для того, чтобы преодолевать те последствия, которые возникают после введения санкций. Вы видите, какова реакция всего нашего народа. Все российское общество сплотилось вокруг фигуры своего национального лидера, президента России Владимира Путина. И сегодня уровень поддержки президента, уровень поддержки власти чрезвычайно высок. Но высокий уровень поддержки означает и высокий уровень ответственности той власти, которая решает самые насущные, самые непростые вопросы наших жителей. Это касается, прежде всего, тех вопросов, которые входят в нашу с вами компетенцию. Поэтому сегодня мы встречаемся здесь вместе с нашими коллегами из общественной палаты Тульской области, с представителями общественности, средствами массовой информации, со студентами. То есть теми людьми, для которых судьба своей области, судьба своей малой родины и судьба своей страны, России, это действительно важная и насущная цель. Коллеги, я предлагаю не стесняться приступить к обсуждению этих вопросов, которые есть. Вот у меня есть несколько человек, которые попросили предоставить им первое слово. Александр Геннадьевич, Курамского заместителя секретаря общественной палаты Тульской области, Александр Геннадьевич. Пожалуйста. Уважаемый Владимир Сергеевич, в нашей области на сегодняшний день проживает достаточно значительное количество граждан, прибывших из Украины в результате боевых действий. В связи с возросшей загруженностью отделений УФМС по оформлению документов, возможно ли задействовать или использовать МФЦ нашей Тульской области для оказания дополнительных информационных услуг именно этим гражданам? Коллеги, действительно, очень актуальный вопрос. Он актуальный в целом для страны. Несколько цифр я хочу назвать. То, что происходит, та работа, которая происходит у нас в области. Вот с июня месяца текущего года к нам в область обратился прибыл 6621 гражданин Украины. Ежедневно мы видим приток, несмотря на то, что происходит стабилизация на юго-востоке Украины, мы все равно видим приток около 50-70 человек в ежедневном режиме. Чаще всего это люди переезжают из других регионов. Могу вас заверить, что ни один беженец, который находится на территории Тульской области, у нас не проживает в палаточных городках, либо в каких-либо, скажем, непригодных для проживания местах. Все люди размещены у нас на зимних квартирах, обеспечены всем необходимым, что есть. Что касается работы нашей миграционной службы. Действительно, на первом этапе был некоторый затык. Но он затык этот был не только у нас, он был в целом. Потому что до конца объем людей, которые приехали в Российскую Федерацию, был большой. На сегодняшний день оценивается около 700-800 тысяч человек. И, конечно, миграционная служба не была готова к приему такого количества беженцев. Но на сегодняшний день все организационные мероприятия, они все проведены. И могу сказать, что мы полностью обеспечиваем наших людей теми услугами, которых они нуждаются. Размещение сотрудников миграционной службы в наших многофункциональных центрах возможно. Но основная проблема заключается в том, что нам необходимо состыковать программный продукт для того, чтобы обеспечить, в том числе, выполнение российского законодательства по сохранению персональных данных и обменной информацией. Здесь есть сложности определенного характера. Но мы тоже работаем, и мы прекрасно понимаем, что те многофункциональные центры, которые у нас есть на территории области, а до конца года их будет 30, То есть мы прекрасно понимаем, что это существенная поддержка. Но телефон горячей линии губернатора, он работает в круглосуточном режиме. Мы по горячей линии губернатора стараемся отвечать на все наиболее важные и насущные вопросы, которые людей беспокоят. В целом работа идет конструктивно, и я думаю, что мы до конца года сможем трудоустроить всех людей, которые нуждаются в работе. Но такая задача стоит, и мы работаем очень плотно с нашими работодателями. Думаю, что мы с этой задачей справимся. У нас Елена Сергеевна. Да? Тоже очень хотелось задать вам вопрос. Весной в своих интервью вы говорили, что команда правительства сформирована, и все люди на своих местах. Но осенью этого года депутатами Тульской областной думы стали люди, которые занимали посты министра образования, министра труда и социальной защиты, два ваших заместителя. В самом правительстве произошли изменения. Например, министр имущественных и земельных отношений стал министром экологии. Вы сократили число своих заместителей. Вот зачем нужны все эти перестановки? Почему люди, которые были с вами с самого начала, вдруг стали депутатами? Плюс пришли новые люди. И есть ли такая вероятность, что изо всех этих перестановок снизится качество работы правительства? Ведь людям нужно время, чтобы освоиться. Спасибо. Да, спасибо за вопрос. На самом деле, он действительно часто задают его. Он состоит из нескольких, наверное, ответов. Первый ответ – это вопрос ротации. Ну, вы знаете, наверное, люди, которые работают на, скажем так, танкоопасных направлениях, как я это называю, там, где высок риск, скажем, коррупциогенности, стандартное правило на подобных направлениях одним из антикоррупционных мероприятий является ротация. Ротация руководителей и для того, чтобы просто не было каких-либо предпосылок для коррупционных проявлений. Поэтому, скажем, тот вопрос, который вы задали по Валерию Витальевичу Шевину, он как работал заместителем председателя правительства, так и работает. Кстати, он продолжает курировать деятельность Министерства имущественных отношений, но при этом он перешел на работу министром по вопросам природных ресурсов и экологии. Поэтому это, скажем, нормальная история, когда появляются новые люди и, соответственно, нет застоя. Второе направление – это когда люди переходят на работу в другие органы государственной власти, но становятся депутатами. Ну, здесь есть желание каждого человека. Денис Владимирович Бычков, например, он долгое время работал депутатом, проработал три года министром образования. Но в беседах мы с ним говорили, он говорит, я хотел бы все-таки заниматься больше общественной деятельностью, у него это получается действительно неплохо. И здесь мы тоже, что называется, учитываем желание каждого человека и те, скажем, те направления деятельности, которыми он хотел заниматься. Что касается заместителей, ну, мне кажется, что структура правительства у нас сформирована, и трех заместителей губернаторов вполне достаточно для того, чтобы мы выполняли те функции, которые возложены на нас и законодательством, и, соответственно, жителями области. Ну, и это тоже в какой-то степени пример для наших муниципальных руководителей, потому что очень часто в муниципалитете по пять, по семь заместителей, мне кажется, что с небогатыми бюджетами муниципальными количество руководящего состава не должно быть большим. Вот мы сократили более 30% численность наших чиновников за последние три года регионального уровня. Мы с точки зрения расходов, бюджетных расходов на содержание органов государственной власти субъекта, один из самых эффективных регионов. И мы становимся моложе. Средний возраст сотрудников правительства Тульской области 38 лет. То есть три года назад средний возраст составлял почти 47 лет. И это тоже важный вопрос, потому что очень важно, чтобы была преемственность власти, прежде всего, преемственность поколений. Ну и третий вопрос – это вопрос тех людей, которые со мной начинали работать три года назад, люди, которые приехали из Москвы. Но здесь тоже, в общем-то, не секрет, вполне естественно, что я говорил об этом, что основная задача моя – это сформировать органы государственной власти субъекта, прежде всего, конечно, из людей, которые проживают на территории области. Поэтому период, скажем, подготовки, может быть, притирки, он в какой-то степени завершён, и этот процесс, он естественный. Пожалуйста, коллеги, не стесняйтесь. – Владимир Сергеевич, хотелось бы получить ответ на вопрос по поводу установки счётчиков на газ. Если счётчик устанавливается индивидуальной девятиэтажки, то цена вполне приемлема за установку. Это где-то 4 с небольшим тысячей рублей. Но если же это пятиэтажка и ниже этажности дом, то цена почему-то от 15 до 17 тысяч. Спасибо. – Действительно, изменений по обслуживанию нашего жилищного фонда, изменений очень много. Действующее законодательство говорит о следующем, о том, что каждый человек может обратиться в любую организацию для установки газовых счётчиков. Почему цена в девятиэтажных домах ниже, чем в пятиэтажках, в трёхэтажках и так далее? Это естественный вопрос. Чем больше пользователей, тем цена ниже. Чем меньше пользователей, тем цена выше. Но при этом закон говорит о том, что каждый человек имеет право на рассрочку, пятилетнюю рассрочку. Правда, есть одна оговорка. Если вдруг заказчик не захотел оплатить сразу. Конечно, многие наши газовые компании приносят сразу проект договора, в котором написано, нужно оплатить сразу. Как бы человек изначально соглашается оплатить сразу. На самом деле, есть возможность получить рассрочку на пять лет. И здесь очень важно просто, чтобы жители знали о своих правах. Это первое. Второе. У тех людей, у которых доход в семье меньше, чем 7 тысяч рублей на одного члена семьи, эти жители имеют право на меры социальной поддержки за счёт областного бюджета. Тоже это нужно людям объяснять. И здесь, в том числе, работы по установке счётчиков, они могут быть оплачены частично за счёт средств регионального бюджета. Ну и самый важный вопрос. У нас организаций, которые занимаются этой работой, не так много. Мы с ними тоже проведём встречу и попросим, чтобы они своим фактически монопольным положением не оказывали влияние на цену. И для того, чтобы они тоже понимали ту меру социальной ответственности, которую они несут. И, конечно, вызывать раздражение у людей высокой, ну скажем так, необоснованной ценой – это неправильно и несправедливо. И что самое важное, и чем мы с вами занимаемся, опять же, вместе, мы сегодня занимаемся программой капитального ремонта. То есть первых 400 домовладений, которые мы должны с вами начать ремонтировать в следующем году, мы определили. И сейчас работаем вместе с вами над сметами для того, чтобы деньги потратить по нужде и выполнить именно те работы, в которых нуждаются жители. Ну вот, наверное, всё-таки я коснусь тоже очень важного вопроса – это аварийное жильё. Вот мы когда готовили, коллеги, программу по аварийному жильё, подходы, кстати, у всех регионов были разные. И многие мне говорят, ну вот мы регион дотационный, дефицитный, зачем нам нужно было брать на себя такую большую обузу, как строить 320 тысяч жилья для переселения людей из аварийного фонда. Программа стоит 10 миллиардов рублей. Не секрет, что половину этих денег мы финансируем с вами за счёт средств бюджета области. И прежде всего, конечно, за счёт дефицита, то есть который мы финансируем за счёт заимствования. Но мне кажется, что не приступить к решению такой проблемы насущной, как переселение людей просто из бараков, мы просто не имели права. И когда мы входили в программу, то и софинансирование было другое. То есть мы должны были финансировать 70%, а федеральное правительство только 30%. Но мы смогли добиться того, чтобы встать в софинансирование 50 на 50. И, конечно же, решив проблему переселения людей, а это почти 15,5 тысяч человек, ну это действительно серьёзное движение вперёд. Пожалуйста, коллеги. Спасибо, Владимир Сергеевич. Вы уже упомянули программу «Народный бюджет». В этом году в планах стояло более 600 объектов. Если говорить о начале программы, три года назад это было всего 100. Но до 1 ноября, когда окончание сроков приёмки, оплаты этих работ не все. Работы будут оплачены и приняты. Здесь самое слабое звено, как говорится, уже набило оскомленное урожение недобросовестные подрядчики. И что же делать с этими объектами, которые не будут приняты в этом году? И как же нам обезопаситься от таких недобросовестных подрядчиков? Спасибо. Проблема неродилых подрядчиков, она серьёзная. Ну вот один из простых примеров. Тверская компания «Стратегия» выиграла у нас, причём конкурсы проводили многие муниципалитеты, более 20 контрактов. Ни по одному из контрактов работа не выполнена, ни по одному. Соответственно, по большинству из них даже не приступали к выполнению работ. И, ну, так сказать, повлиять на эту компанию юридически сложно. Единственное, что мы делаем, обращаемся в суд и вносим в реестр недобросовестных. Но вы тоже прекрасно понимаете, что внесение в реестр недобросовестной компании с уставным капиталом 10 тысяч рублей, ну, люди идут и регистрируют новую компанию. Но могу сказать, что ни за одну, ни по одному из контрактов работ и денег мы не оплачивали. То есть потерь по программе «Народный бюджет» нет ни одной копейки, ни одного рубля. Мы приняли решение, что по тем контрактам, где были расторгнуты контракты, либо где контракты не были проведены, опять же, в силу, скажем, отсутствия интереса экономического со стороны участников рынка, то мы эти контракты переносим на следующий год. Ориентировочно мы думаем, что таких контрактов у нас будет где-то на 30-35 миллионов рублей. Для того, чтобы подстраховать именно выполнение программ, по целому ряду направлений мы будем вводить бюджетные учреждения, которые сформируем на уровне области, либо дадим такие возможности им выполнять подобного рода работы. И эти учреждения будут тоже конкурировать за подряды в рамках народного бюджета, но и не только народного бюджета, и фонда капитального ремонта многоквартирных домов, потому что для нас очень важно выполнять тот объём работ, который есть. И мы, конечно, приглашаем туляков, которые хотели бы заниматься ремонтом, потому что ориентировочно, ежегодно, только выполняя программы по капитальному ремонту многоквартирных домов, мы предполагаем, что объём средств будет составлять от 800 до 900 миллионов рублей ежегодно. Пожалуйста, коллеги. Уважаемый Владимир Сергеевич, проблема кадров медицинских работников, дефицит, вернее, кадров, не нова. Сейчас, благодаря тому, что разработаны программы и активное участие, содействие оказывает власть областная, начались подвижки положительного решения этой проблемы, то есть дефицит уменьшается. Продолжится ли реализация этих программ? Спасибо большое, Надежда Анастасия Дневна. Эти программы мы ни в коем случае прекращать не будем, тем более, что по указам президента мы должны выйти на высокий уровень заработной платы врачей, и к 2018 году этот уровень должен составлять две средних заработных платы по экономике региона. Что касается вообще в целом работы по подбору и подготовке наших медицинских кадров, вопрос для нас очень важный. Это вот как раз тот вопрос, который невозможно решить ни за день, ни за два, ни за год, даже не за пять. Вот если в 2012 году у нас на бюджетных местах обучалось 150 ребят, которые получают профессию медика, то сейчас мы имеем уже 220 бюджетных мест в этом году. Кроме этого, безусловно, мы по тем ребятам, которые приняли решение получать медицинскую профессию, мы предусматриваем еще и наши региональные субсидии. Подготовить юриста-экономиста иногда проще, чем, ну даже не иногда, а всегда проще, чем подготовить квалифицированного врача. Пожалуйста, коллеги. Владимир Сергеевич, президент поставил задачу импортозамещения и в том, чтобы российский рынок был на нем, то есть на внутреннем рынке преобладали товары российского производства. Ну, хочу сказать, что Тульская область, с точки зрения производства продуктов, которые у нас произрастают, достаточно очень хорошо выглядят в этом году. Вот у нас была собрана известная цифра полтора миллиона тонн зерновых. Это хватит не только области, это можно и продавать. Конечно, сыграл тот факт, что у нас происходит активный возврат земель, которые не эксплуатируются у нас недобросовестными собственниками земли сельхозоборота. Но всё же хочется сказать, что сельхозпроизводители являются одними из самых закредитованных у нас категории бизнеса. Скажите вопрос, какие меры поддержки у нас запланированы для сельхозпроизводителей? Ну и, конечно, про земли сельхозназначения. Будут ли продолжать возвращаться, потому что едешь ещё по дороге и вижу, что нужно работать? Спасибо. Спасибо, Михаил Григорьевич. На самом деле, действительно, работы ещё очень много. У нас более 350 тысяч гектар земель сельхозназначения до сих пор не обрабатываются в должном уровне. И вот та планка, о которой мы говорим с вами, чтобы в 2016 году собрать зерновых, 2 миллиона тонн, в принципе, Тульская область такую планку достигала. У нас есть сельхозпредприятия, где сбор зерновых 60-70 центнеров с гектара, причём это Олексинские, Ясногорские, Заохские районы, то есть районы исторически не очень хорошие для земледелия. Поэтому, в принципе, всегда при правильной организации труда всегда можно достичь результатов, которые, на первый взгляд, кажутся недостижимыми. Тоже не секрет, все и европейские страны, все имеют высокие меры поддержки сельского хозяйства. Ну, могу сказать, что если погектарная поддержка в этом году у нас составляет чуть больше 300 рублей на гектар, то в среднем в европейских странах это больше 300 евро на гектар. То есть порядок, конечно, совершенно поддержки, государственной поддержки совершенно другой уровень. И, конечно же, конкурировать нам здесь достаточно сложно. И мы тоже прекрасно понимаем, что закредитованность предприятий, она в большей степени возникла за счёт того, что цена покупаемой продукции была невысокой, а себестоимость достаточно завышена. Это касалось и стоимости дизельного топлива, и стоимости самих материалов, и, скажем, удобрений, и тех же машин, которые используются на селе. Поэтому этой работой мы занимались, и мы прекрасно понимаем, что без государственной поддержки село вот так вот возродить очень сложно. И тоже очень важно, чтобы поддержка была ежегодная, потому что предприятие не планирует на один год свою работу. Это как минимум семилетний срок планирования для того, чтобы можно было в лизинг взять технику, для того, чтобы можно было спланировать и купить удобрения, и для того, чтобы просто даже землю привести в порядок. Потому что ту землю, которую мы сейчас возвращаем, в этом году 40 тысяч гектаров мы возвращаем, но на полный ввод мы возвращаем это юридически, то есть документально. Мы изымаем у нерадивого собственника, либо арендатора, и передаем тем предприятиям, которые являются эффективными. Но полностью вернуть эту землю для того, чтобы она начала давать урожай, нужно еще 2-3 года. Там уже на многих полях уже 15-сантиметровые в диаметре березы выросли. Это же надо все выкорчевать, землю подготовить и так далее. Потому что современная хорошая техника, она качественно и быстро работает на подготовленных полях. Но этой работой тоже занимаемся, и будем, то есть задача 30-40 тысяч гектаров ежегодно возвращать в сельхозоборот, такая задача стоит. Владимир Сергеевич, разрешите вопрос? Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день в условиях ввода продуктовых санкций ряд производителей подняли цены на выпускаемые продукты. Проведенный мониторинг, в частности, показал, что цена на говядину увеличилась в среднем на 20%. Та же ситуация видна и по мясу кур, по свинине, и по ряду продуктов молочного производства. В связи с этим первый вопрос мой звучит так. Скажите, пожалуйста, есть ли какая-то реальная возможность бороться с этим явлением для того, чтобы ввод санкций не отразился на продовольственном рынке Тульской области? И вторая часть моего вопроса. Также среди общественности бытует определённое мнение, что в связи с санкциями резко сократится приток инвестиций в регион. Скажите, пожалуйста, какие общие перспективы инвестиционного климата в Тульской области и конкретно развитие индустриального парка «Узловая»? Спасибо. Спасибо большое, Дмитрий, за вопрос. Вот такой, знаете, на самом деле вопрос очень непростой. Ожидаем ли мы снижение инвестиционной активности? В целом ожидаем. И не только иностранной, но и российской. Потому что действительно многие предприятия пересматривают свои инвестиционные планы. Вообще, может быть, несколько слов о моей личной оценке нашего экономического положения как страны. Мне кажется, вот те санкции, те ограничения, которые введены в отношении Российской Федерации, во многом для нас это даже такое хорошее испытание. Так называемый стресс-тест. Справимся мы или нет? Всё равно в целом ожидания такого большого экономического кризиса, эти ожидания, они же тоже никуда не делись. Многие экономики мира и страны, которые являются, скажем, основными производителями денег, как Европейский Союз, Соединённые Штаты Америки. Ведь, посмотрите, дефицит Соединённых Штатов Америки, государственный долг увеличился за последние пять лет в два раза. И он на сегодняшний день превысил ВВП Соединённых Штатов Америки. У нас государственный долг остаётся на невысоком уровне, то есть около пяти процентов. Я имею в виду долг Российской Федерации. При этом золотовалютные резервы, несмотря на то, что у нас сейчас наблюдается динамика по курсу рубля по отношению к доллару, к евро, они остаются высокими – более 430 миллиардов долларов. В целом ситуация экономическая при низком государственном долге и достаточно высоких золотовалютных резервов позволяет говорить о том, что мы для прохождения вот этой стресс-теста к этому готовы. Что касается реализации наших проектов по размещению новых производств, мне задают эти вопросы. Это же не дешёвое удовольствие, тот же парк узловая, развивать. Это и коммуникации, и дорожное строительство. То есть это объём вложений, который нужно делать со стороны области достаточно высокий. Но да, объём большой, но останавливаться мы тоже не будем. Потому что сегодня экономическая активность снижается, но жизнь не останавливается. Всё в этой жизни меняется. И в том числе будут меняться и подходы инвесторов. Но инвестор будет идти там, где будет подготовленная площадка. Поэтому если мы с вами сможем эту площадку подготовить, подвести все необходимые коммуникации, обеспечить квалифицированную рабочую силу, то эта площадка будет пользоваться большим спросом. Что касается роста цен на продукты питания, опять же, не секрет, у нас дефицит по производству свинины в целом по стране более 20%. У мяса говядины более 25%. Но всё равно для того, чтобы запустить дополнительное производство свинины, дополнительное производство говядины, на это тоже нужно время. И это тоже не один день, не один месяц и даже не один год. Но со всеми компаниями, которые являются лидерами в этих сферах, с компанией «Мираторг» мы сотрудничаем, они будут размещать своё производство на территории Тульской области. Но «Краснобор», компания, которая уже работает более 10 лет на территории Тульской области, и каждый год они увеличивают свои инвестиционные планы. Сейчас мы с ними обсуждаем возможность увеличения в два раза производства мяса индейки. То есть они готовы вкладывать до 4 миллиардов рублей, но для этого тоже нужна помощь региону, для того чтобы они вложили эти деньги и чтобы увеличили объём производства. Тамара Александровна Головина, да. Владимир Сергеевич, появилась информация о том, что Тула наращивает муниципальный долг, кредитует и перекредитуется. Те же тенденции наблюдаются и в области в отношении госдолга. Скажите, пожалуйста, как эти долги соотносятся с собственными доходами бюджетов областного центра и Тульской области, чем они обоснованы и за счёт каких ресурсов планируется их гасить? Спасибо большое, Томас Александровна. Вопрос такой, всегда дискуссионный. Всё-таки что лучше, больше экономить или больше тратить? Мне кажется, нужно и рационально расходовать деньги по нужде, но и при этом, конечно же, больше запускать тех программ, которые могут быть такими драйверами не только экономики, но и социального развития области. Политика, которой мы придерживаемся по заимствованиям, мы стараемся, чтобы наше муниципальное образование имели не очень высокий объём долга. И в целом по области объём муниципального долга составляет чуть больше 2 миллиардов рублей, по-моему, 2 миллиарда 200, что составляет 18% от собственных доходов муниципалитетов. При этом из этих 2 миллиардов 200 больше миллиарда – это бюджетный кредит, который мы представляем под ставку 2,25 в нашем муниципальном образовании. Тула кредитуется, но уровень задолженности Тула невысокий. Там он в разное время колеблется. Всё около миллиарда рублей – это та задолженность, которая есть. Но Тула у нас, как муниципальное образование, самое богатое, самое обеспеченное по сравнению с другими муниципальными образованиями. И, честно говоря, я риска какого-то по долгу, по Туле вообще не вижу. Что касается долга областного. Давайте я несколько цифр тоже приведу. Я, когда заступал на должность губернатора Тульской области, то долг составлял чуть более 8 миллиардов рублей. Цифра эта была, она составляла 35% от собственных доходов, налоговых и неналоговых. Сегодня цифра выше. Она около 15 миллиардов, и это не конечная цифра. Но мы процентное соотношение не изменили. У нас также сегодня долг составляет около 36% от собственных доходов. То есть мы нарастили за три года почти на 40% собственные доходы. И могу сказать, что мы один из очень немногих регионов, у которого процент заимствований невысокий. Но не заимствовать тоже неправильно. Не тратить деньги на строительство дорог, не тратить деньги на ремонт наших медицинских учреждений, на участие в программах по строительству детских садов мы не можем. Спортивные сооружения нужны нам, обязательно нужны. Это не только социальная инфраструктура, это и новые рабочие места. Будем работать, будем, так сказать, более активно участвовать во всех программах, значит, к нам и люди будут возвращаться. Но и могу сказать, что мы полностью договорились с правительством области о том, что общий долг области не должен превышать 50%. То есть за 50% собственных доходов мы перешагивать не будем ни при каких обстоятельствах. А попробуем в следующем году даже несколько уменьшить процент заимствований. Сергей Трофимович, у меня в спортивной тематике вопрос. Тульский Арсенал так и не получил титульного спонсора. Прямо или косвенно это, конечно, повлияло на плачевные результаты, которые сегодня у команды есть. Теоретически мы, в принципе, еще можем остаться в Премьер-лиге, прописку там оставить свою. Будут ли какие-то попытки административно помочь лучше команде города? Ну, административно это как? Вы предлагаете, чтобы я в футбол начал играть? Вместо Филимонова на ворот встану? Может быть, не вместо Филимонова? Рядом. Вместе с Филимонова. Ну, я думаю, если вместе, наверное, точно получится. Если вместо, точно будет хуже. Да нет, ну, если говорить честно, то, вы знаете, мы всегда говорили о том, что расходы и уровень расходов, которые несут, скажем, несут на себе тулики по содержанию футбольного клуба, они должны быть разумными. И если вы видите, команда на самом деле играет неплохо. Действительно неплохо играет, но не забивает. Мне кажется, все-таки это вопрос духа больше, а не вопрос нехватки чего-то. Зарплаты у наших игроков достойные. База, которую мы можем обеспечить, тоже достойная. Мы никогда не хотели, чтобы взять и привести, условно говоря, сборную Бразилию, которая играла бы за тульский арсенал. Но мне кажется, это, так сказать, идти по пути Анжи, вот я никогда не хотел, например. Для меня гораздо важнее, и основная ведь идеология развития тульского арсенала, она заключается в том, что мы должны развивать все остальное. Самое важное – это футбольную школу тульскую. То, что у нас должны появляться академии арсенала, чем мы начали, кстати, заниматься, и формально мы академию как формализовали, мы футбольную академию как юридическое лицо зарегистрировали. Сейчас мы работаем над тем, чтобы в следующем году приступить к строительству базы. Мне кажется, что когда мы говорим о национализации элит, то нужно говорить о национализации в том числе и спортивных элит. Но мы должны свои играть сами. Мне кажется, что в условиях ограничения и санкций – это тоже один из вызовов. Но если не удержатся в премьер-лиге, ничего страшного. Поиграют, вернутся в ФНЛ, пускай нарабатывают. Это же вопрос такой. И вы знаете, я никогда не даю советов людям, которые отвечают за процесс. Вот есть Дмитрий Оленичев, он главный тренер. Мы доверяем ему. Мы под него находим спонсоров, находим средства. И он определяет спортивную тактику команды. Сейчас прийти ему и сказать, слушай, ты этого поменяй, этого выпусти. Но это будет неправильно. Поэтому либо доверяем, либо не доверяем. Мы доверяем. Пожалуйста, коллеги, еще вопросы. Владимир Сергеевич, как по Вашему мнению, когда область будет готова все-таки заняться большим проектом, новой дорогой на Московск-Тула, которая продолжение той дороги, потому что она, по сути дела, области для развития нужна. Да, она дорогое удовольствие, но когда-то все-таки к этому следует приступить. Спасибо за вами. Да, 33,5 тысячи машин ежедневно передвигаются по дороге Туланово-Московск. По интенсивности это самая высокоинтенсивная дорога в области. М2, например, это около 20 тысяч автомобилей в день. Мы именно поэтому в этом году и провели все необходимые мероприятия по приведению Туланово-Московск в порядок. План следующего года у нас предусматривает как раз расшивки всех прилегающих дорог, которые могут служить, по сути, дублёрами. То есть это и дорога от М4 через Болохово, опять же, на Туланово-Московск. И, в принципе, расшитие всей дорожной сетки, в которую входит у нас Киреевский район, новая Большая Тула, соответственно, Новомосковск, Донской, Узловая, Богородицкий, ну и часть Кимовского района. Это вот то, что мы планируем сделать в 2015 году. Если говорить о строительстве дороги Дублёра от Новомосковска до Тулы, то стоимость этой дороги по разным оценкам примерно 15-17 миллиардов рублей. Значит, мы занимаемся этой работой, но пока с учётом дефицита, в том числе и федеральных средств, мы не можем сказать о том, что мы договорились о том, что эту дорогу построим. Но, ещё раз повторяю, жители интересуют результат. Или результат есть, или результата нет. Поэтому будем результата добиваться. Да, пожалуйста. Добрый день, Леонид Переломов. Сейчас проводятся масштабные работы по расчистке и благоустройству по МОП в центре Тулы. В то же время сам водоток имеет неблагополучное экологическое состояние. Очень остро стоит проблема с токсичными элами, да и вода достаточно загрязнена. Вот мне хотелось бы узнать, Владимир Сергеевич, каковы будут подходы правительства Тульской области к экологическому оздоровлению нашей главной водной артерии? Мы будем заниматься вопросами благоустройства УПИ. Мы планируем всё-таки за два ближайших года обещание, которое я давал три года назад, о том, что у туляков появится набережная. Мы эту задачу за два ближайших года выполним обязательно. Благоустройство УПИ мы полностью завершим и сделаем нормальную прогулочную зону. Что касается очистки или, скажем, поднятия уровня воды, то непростой вопрос. Вы правильно коснулись темы ИЛОВ. То есть мы не очень понимаем, какого качества, мы не очень понимаем, какие там были сбросы. И, скажем, если приступать, скажем, к углублению русла, то мы можем получить очень негативный результат с точки зрения экологической истории. Но и напомню, что это, опять же, не совсем наши полномочия. Это полномочия Российской Федерации и водная гладь. Мы не имеем права тратить бюджетные средства на те направления, которые не входят в наши полномочия. Поэтому вот вариант, скажем, работы по руслу мы его, скажем так, отложили в сторону. Мы видим, что основная задача – это все-таки очистка береговой линии и работа по поднятию уровня воды. Та работа, которая позволит нам без высоких рисков обеспечить, ну, красивый вид, прежде всего, но и нормальное функционирование, так сказать, как УПИ. Уже, наверное, водная артерия сложно ее назвать, ну, скажем, как элемента благоустройства города. Каждый город, в котором есть река, должен иметь набережную. К сожалению, у Тулы пока такой роскоши не было. Но мы работаем над тем, чтобы это появилось. Пожалуйста, коллеги, еще есть вопросы? Нет? Спасибо. Я, знаете, в завершении, что хотел бы сказать. Формат общения органов, представителей органов государственной власти, местного самоуправления с общественностью, он необходим не только с точки зрения отчетности власти перед жителями, но он необходим прежде всего для того, чтобы мы вырабатывали самое важное. Это планы развития наших с вами городов, планы развития области. И я открыт для обсуждения любого рода инициатив, открыт для того, чтобы мы с вами обсуждали все даже очень тонкие, непростые вопросы, которые относятся к компетенции региональных органов власти. И что самое важное, чтобы люди, которые работают в органах власти, они понимали, что они работают не на какого-то руководителя, а прежде всего работают на жителей, тех людей, которые платят им заработную плату из своих кровных налогов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!